Всем привет, с вами снова славный дружиобломов. Да, не удивляйтесь, это все-таки обзор, это не рецепт. И я даже сегодня не сижу на своем чудесном прекрасном диване. Ставь лайк, если это возмутительно, и нужно вернуть диван в шоу. Но сегодня я, можно сказать, немножко в гостях. Нет, многие скажут, а, наверное, он купил себе хату. Нет, это, к сожалению, пока что не моя хата, но, тем не менее, здесь побольше места, и снимать немного удобнее. Сшарился я сегодня, сидел с утра и думал, на что же нам сделать обзор. Как это происходит? Я обычно просыпаюсь такой, слезаю сначала на какую-нибудь там фаст еду, деливери клап, бампси, вот на всякое такое, и смотрю, что там появилось новенького. Иногда я, кстати, забываю, на что мы сделали обзор, и такой, так, я лезу на ютуб, типа, да, два года назад мы делали на это обзор. И нашел я какое-то место, по-моему, его раньше не было у него доставки, бургеры на черной булочке. На самом деле, баян. Ну, типа, бургеры, там только это тесто с чернилами каракатицы, или они его как-то красят, то есть это полная, на самом деле, фигня. Такой кликбейт, но они с золотом, у них есть бургер с золотом, который стоит всего лишь, всего лишь 999 рублей. Посмотрим, что они привезут, есть у них штук 10 разных бургеров, колсло, какие-то ребра, шаверма, но меня интересует реально бургер с золотом, чтобы была превьюшка такая кликбейтная за эти золотыми хлопьями. Ну и мне, собственно, очень интересно, действительно ли этот бургер за 1000 рублей с креветочками и золотом будет выглядеть вот так. Вот так он должен выглядеть. Подождем, мы уже заказали, ждем, пока приедет. А спонсор видосика, друзья мои, под обзор подходит чуть более, чем на 100%. Это Cheesecake.ru, который сделал мне подгон в виде двух коробок вот такого вот мороженого. У них офигенно вкусные пироженьки, у них офигенно вкусное мороженое, у них куча разных десертов. И ссылочка на них находится в описании. Но это не все, это не все. На сайте Cheesecake.ru до 10 июня можно ввести промокод ОБЛОМОВ5 и получить скидон в 40% еще и мороженое в подарок. Кто любит тортики, кто любит чизкейки, это просто божественный подгон. После 10 июня, к сожалению, подарка в виде мороженого ассорти уже не будет, но скидка продолжит работать. Подробности и ссылочка находится в описании. Что я могу сказать? Приятного мне аппетита. Что ж, друзья мои, приехали нам два вот таких вот чудесных пакета. Сразу говорю, золотой бургер. Я поставил 50 градусов в духовочке, я отсюда вынул и убрал, чтобы он не остыл, потому что в самом конце мы на него посмотрим. Два часа, два часа мы ждали, мы заказали через фаст-еду. И дорогая моя фаст-еда, пожалуйста, можно, чтобы у ваших курьеров была сдача? Потому что у Челла не было сдачи, хотя я указал у вас, типа, найдите сдачу с 5000. Нет, нифига. Чел убежал, мы снимать не можем. Ждем, что человек опять придет откуда-то, куда он бегал, я не знаю. Но еще минут 20 мы ждали вашего курьера. Ну, такие дела. Ладненько. Сумма заказа у нас 3480. Короче, я буду говорить 3500. Вот это то, что мы сейчас увидим. Стоит 3500. Дай угадаю. Это банные шапочки. Это банные шапочки или бахилы? Нет, это не банные шапочки, не бахилы. Это перчатки. Я, на самом деле, не знаю, кто и когда ввел вот эту моду кушать бургеры с помощью перчаток. Я не знаю. Но, тем не менее, мне кажется, что это немножко... С одной стороны, это вот такая оригинальная фишка. То есть, ты типа, я не загажу свои руки, мне не нужно будет их потом мыть. Но здесь есть один небольшой мерзкий нюанс. Если ты в этих перчатках сидишь хотя бы 20 минут, у тебя руки под перчатками потеют. Потому что эти перчатки, они в воздух... Ну, то есть, влагу они не пропускают наружу, в воздух, понимаете? Поэтому ты сидишь с потными руками в этих перчатках. Поэтому мне это кажется странным. Я такое первый раз... Где вы первый раз-то видели? Black Star Burger, как в Москву ездили. У них там черные такие перчатки. Ты сидишь, вот такой в жиру. Ладно, давай, быстренько, посмотрим на комплектацию. Начнем распаковывать. Комплектация вот такая. Куча зубочисток, этих перчаток, штук 1, 2, 3, 4, 5, 6. И небольшая пачка салфеток. Салфеточки я сюда выложу. Но салфеток мало. Честно говоря, мне вот эти... Непонятно, они к чему вилки... А, нет, у нас есть там салаты всякие. Ложек и вилок они приложили прям с избытком. Перчаток тоже. Но при этом салфеток по два раза там трех людям вытереть рот. Ну, ладно. Теплый. Теплый, свежевыжатый сок. Он свежевыжатый, но теплый. Сейчас я вам это докажу сразу. 250 рублей. Здесь должно быть 300 грамм сока. 331 с учетом бутылки. Но я не знаю, что здесь измерять. Короче, он теплый. Прям. И это не очень приятно. Лучше бы они в него все-таки кусочек льда кинули, хотя бы малюсенький. Я понимаю, он был бы разбавленный, но ладно. Ну, вот. Ну, 26 градусов. 26 градусов, то есть это теплый напиток за 250 рублей. Спасибо большое, что я могу сказать. Сразу. Шаверма. Вот такого размера. Я это отставлю, чтобы вам было понятнее. Шаверма. Шаверма. 380 и 30. 30 что-то дополнительное. Короче, почти полукилограммовая шаверма. К сожалению, мы ждали 2 часа. И я подозреваю, что... Да. Ну, она, конечно, не комнатной температуры. Но сами видите, что все не так круто, как могло бы быть. Бумага есть. Фольга есть. То есть, тут они соблюли технологию. Давайте посмотрим, что же нам предлагают. Так. Шаверма. Корки недостаточно явно. То есть, она мягкая. И... Чувак, мне кажется, что это вот это вот кукурузное... Короче, тортилья мягкая. Ну, и посмотрим, что же нам может предоставить шаверма за 380 рублей. Ну, так. Ну. Мясо я вижу. Я вижу огурчики свежие и маринованные какие-то, судя по всему. Соус вижу. И достаточно много мяса. То есть, мяса здесь больше половины. Пробуем. Все течет. Может, даже перчатки не лишние в этот раз. Что я могу сказать? Это вкусная, хорошая, около шаверма. Корочки на ней нет. Она мягкая. И она никогда не была с корочкой. С хрустящим лавашом. И это вообще не лаваш. Соус не чесночный. Это какой-то соус типа тысячи островов. Опять же, вкусно. Соуса много. Все сочное. Я не могу сказать, что она размокла или типа того. Но, опять же, 380 рублей за шаверму, которая... Ну, на самом деле, это типа и не шаверма. По большему счету, ноль вопросов. То есть, есть можно тортильи, курочка жареная, овощи есть. Ну, я не знаю. Вот прям тут все в порядке. Другой вопрос. Захотите ли вы отдавать за шаверму в 2,5 раза дороже, чем стоит она в обычном ларечке? Это уже ваш выбор. Я к чему? Я к тому, что она типа обычная. Как вот во всех этих делают ресторанах и местах, которые говорят, что да, у нас есть шаверма в ассортименте. Ты покупаешь, но это не шаверма на самом деле. Но это вкусно. Как это называется, чувак? Типа как буррито или я не знаю. Не, я кисадили. Ну, да, не совсем кисадили, но, короче, это шаверма, которая на самом деле не шаверма. Погнали дальше. Далее у нас есть два бургера. Да, нахренеться, снимаю эти перчатки, потому что руки в них начинают потеть. У нас есть два бургера. Это бургер голд. Это, понятно, он у нас греется. Стоит в духовочке. Питерский бродяга с колбаской. Ладно, не важно. Давайте распакуем. Сразу говорю, я даже измерять не буду, потому что они чуть теплые. Ну, вот совсем. Два часа мы их ждали. Ну, то есть это съедобно, но они совсем чуть теплые. Даже с учетом и фольги, и бумаги, и все дела. Ну, вот. А что, коробочку нельзя было? Вот коробочку какую-нибудь, нет? Коробочек, видимо, нету для бургеров за 300 рублей. Коробочки не предусмотрены. Ну, ладно. 270 грамм, 300 рублей, 290 рублей. Там еще 70 грамм должно идти что-то дополнительно. Ну, что, я просто разрежу его и покажу вам. Ну, я уже чувствую, что котлета... Хотя нет. Несмотря на то, что он расползшийся, блин, котлета только какая-то совсем небольшая. 300 рублей за бургер. Пробуем. Ну, вы знаете, несмотря на то, что он уже нифига не горячий, это просто очень неплохой бургер. Я бы даже сказал, что с сочной котлетой не настолько сочной, как из лучших мест, конечно. И котлета очень небольшая по сравнению с остальным бургером. Но у них соус есть, сыр, и оно все расползается. И еще раз, это вкусный бургер, прям вкусный. На расползающийся. Еще разочек. Это хорошо. Это вкуснее, чем из сетевых мест. Приехал бы аккуратнее, было бы вообще зашибись. Нет, к сожалению, нет. Это тут не такая сочная огромная котлета, как в Муму бургерах, в мясной лавке. К сожалению, нет. Но здесь и стоит, сколько, блин, в мясной лавке все стоит тысячу рублей уже. А в Муму это стоит 380, есть 360. Ну да, все-таки в Муму поклевее. Потому что в Муму, мне кажется, они побольше даже в Муму. Они такие вот такого размера. Но, опять же, подстебать, то есть сказать, что это там плохо или невкусно, я не могу. Это хорошо сделанный нормальный бургер с соусом, со всеми делами. И даже с относительно сочной говядиной. Все-таки они ее как-то так рубят, что она достаточно плотная. Не знаю, как сказать. 310 рублей. Питерский бродяга, 370 грамм. Ну, странно. 300 слэш 70. 300 слэш 70? А, хотя здесь что-то еще. Давайте я сразу достаю. Это мой косяк. Здесь есть еще всякое вот такое. То есть это каусло с орехами, соусы и, в общем, нормально. Он должен 300 весить. Питерский бродяга. Ну, опять же, небольшой... Ну, че, коробок у вас нету? Ну, йо-ка-ла-мане. Вот, муму-бургеры. Я говорю, типа, муму-бургеры. У вас, типа, вот оно все как-то плывет. Они взяли, там, если ты заказываешь несколько бургеров, они просто картонную, в картонную коробку их кладут с разделителем. Я не знаю, в чем проблема, почему нельзя так сделать. Ну, типа, ну, просто смотрите, ну, вот как оно выглядит, а вот как оно выглядит на сайте. Понимаете, вот как оно выглядит на сайте. И на сайте оно прям вот идеально, а тут тебе все такое доезжает. Ну, опять же, вот, что мы видим? Нормальная булка. То, что она черная, не обращайте внимания, это никого особого вкуса не добавляет. И здесь вместо котлеты идет колбаска. Вот такая. Похожая на змею, само собой. Ладно. В общем, аппетитно выглядит. Можете написать в комменты. Аппетитно это или нет? Ну, то есть бекон, колбаса, соус, все дела. Пробуем. Колбаса. А здесь колбаска. Идет в оболочке. Оболочка делается обычно либо синтетическая какая-то, ну, изнатур. Синтетическая. Либо это обычно есть кишка. Ее откусить так, чтобы у тебя развалилась невозможно. То есть ее можно только вот так разрезать. Как это есть, я, короче, не представляю. Это вкусно. Колбаска сухая в мясину. То есть, когда ты ожидаешь, что на гриле сделанная, не знаю, на газовом, не важно, на сковородке колбаска, что из нее минимальное количество соков выйдет. Но у них получилось сделать так, чтобы на срезе этой колбаски, я не знаю, серый, вот скажи, видна влага на колбаске? Не очень. Ну, как бы вот, то есть ее разрезаешь. И колбаска внутри просто сухая. То есть, то ли туда жира не доложили. То ли, не знаю, курдюка, то ли лука, то ли воды, то ли, не знаю, добавок. Есть добавки разные, там, нитраты или как они называются, которые задерживают влагу в колбаске. Но она прям, это типа самый сухой фарш, который я когда-либо видел. При этом идея бургера хорошая. То есть, это колбаска, свернутая улиточкой, с бекозом, со всеми делами. Опять же, соус, свет разваливается. Но откусить-то никак невозможно, и колбаса сухая. Народ, никогда не верьте мне по вкусу. Все, что я могу сказать, это вот внешний вид. То есть, что с внешним видом, так или не так. Вот это, мне кажется, суховато. И мне кажется, что это не самая хорошая классика колбасу в чревах, в бургеры, которые нужно вот так откусывать. Даже если у вас есть резиновые перчатки. Гениально. Вот этот пакет, я из него доставал всякое. Давайте я вам покажу, что у него внутри. Заметьте, пакет, вряд ли его вот так запаковал курьер из фаст-еды. Наверное, ему выдали уже готовый пакет. Горячее блюдо, горячее блюдо, горячее блюдо, сверху стоит Цезарь. Мне как бы пофигу, это косяк фест-хаус-бургеров или курьеров фаст-еды. Фишка в чем? Фишка в том, что мне, как конечному клиенту, приезжает теплый, запотевший салат Цезарь, который ехал между тремя горячими блюдами. Тремя горячими блюдами. Ну, просто, понимаете, я не хочу, я не хочу сильно докапываться, но вот на таких мелочах все строится. То есть, когда вот ты заходишь, например, в группу вот какой-нибудь доставки или что-то, да, и читаешь, и читаешь, что людям приехало. Они такие, а мне приехали суши, но они все сварились. Понимаете? Мне приехал салат, он был теплый. А стейк был холодный. Холодный. Ну, вот так это и работает. Какого хрена это в одном пакете ехало? Причем пакет это два. Почему нельзя сделать один горячий пакет, второй холодный? Не, ну если насрать, так и скажите. Ну, я просто говорю, что это теплый Цезарь. Теплый, запотевший Цезарь с каплями, с теплым поплавившимся сыром. Это, кстати, не пармезан. Ну, не важно. Потом к Цезарю вернемся. Ну, просто, ладно, горячее блюдо. Эх. Крылья барбекю. 240 рублей за 250 грамм. Ну, нет. Это не довес. 250 грамм? 250. 250 грамм. Ну, это не 250 грамм. А что вы на крыльях-то сэкономили? Они же, это же вам не мраморная галядина или еще что-то. Что вы на крыльях-то сэкономили? Пробуем. Маленькие, суховатые, барбекюшные, кисло-сладкие крылья. На, ну, может быть, вторая часть где-нибудь здесь? Нет. Это стейк из лосося. Может, вот здесь у нас еще? Нет. Это рис. Короче, я не знаю, народ. 240 рублей. Есть тут почти нечего. То, что они это жареным луком присыпали, оно немножко вкуснее делает. Да, соус вкусный, но явно видно, что обжарено оно как-то вот влдоновенько высушенное они, я бы сказал. Но, не знаю, съедобно, но мне кажется, что с рецептом надо делать. Какое-то оно одновременно и мумифицированное, и суховатое, и мяса мало. Не знаю. Но, собственно, друзья, вот у меня пришлось уже, нет салфеток, пришлось пользоваться туалетной бумагой. Все салфеточки ушли. Хотя я даже не съел целиком эти бургеры, все блюда. Вот то количество салфеток, которые вы прикладываете, оно уже закончилось. Вот. То есть, если ты хочешь разговаривать с людьми с чистым ртом, то... Вот. Стейк из семги. Точнее, из лосося, да? Из семги, как раз. Из семги. Ну, и здесь еще идет рис. Я на дощечку его выложу. Я так понимаю, что они, как и крылья, его высушили. Ну, вот это вот сразу говорю. Луковые кольца с доставкой, это, ну, знаете, неплохо. Не самые плохие, но ни о какой хрусткости речи не идет. Кусок лимона странно отрезанный. Не долька. Ну, ладно. Немножечко польем. Вот такая долька, ее можно выжать. А тут какая-то... Ну, ладно. Так, ну и, собственно... Да. Высушили семгу. При этом... Я вот не знаю, народ, ну вот... Ну, типа... Есть сложные блюда, серьезно. Я не знаю. Сделать говядину Веллингтон, вот правда, говядину Веллингтон, какой-нибудь там, как Гордон Рамзи, ее сделать сложно, правда. То есть, там, нужно закрутить, чтобы она не слишком много влаги отдала, чтобы у тебя хрустяшка была. А внутри сочное было, розоватое мясо, чтобы оно там дошло, там, вот эта вот вырезка при, там, 55 градусах или 57, там, край. Но, стейк из семги, ты просто кладешь его на кожу сначала до хрусткости кожи, чтобы была хрустяшка. Вот здесь хрустяшки нет. Это просто, просто кожа слегка поджаренная. Не хватило температуры у сковородки или что. А потом, когда оно буквально, не знаю, вот на толщину полмизинчика, внутрь, не знаю, уже схватились белки, денатурация белков произошла, вы переворачиваете вот так и обжариваете. Здесь все наоборот. То есть, здесь не хрустящая кожица и нахер высушенное мясо. И, ну, типа, я понимаю, что человека, наверное, я, короче, не повар, я не кулинар и готовлю я криво. Но если б я 50-й раз делал блюдо и отдавал бы его, да, вот, оно, оно не было прикольным. Они выс, вот они высушили. Это вот шкварки. Шкварки с этой стороны и кожа, бледная белая кожа с этой. Должно это быть наоборот. Легкая-легкая, золотистая, с этой стороны чуть-чуть и хрустящая кожа лосося. Лисем, ну, ё-моё, я не понимаю. Ну, само собой, да, я попробую кусок. В мясину высушенный просто. Это хочется на хлеб положить и полить майонезом, потому что это совсем, вот оно, прям, сухомятка. Ну, рисец. Басмати или что это за рис? Да. Неплохо видно, что вареный рисец. Доем, конечно, это, что, я же не буду выбрасывать, но сам факт того, что они как-то умудрились вот здесь запечь вот до такого состояния и не сделать хрустенькую, хрустящую кожицу, это, конечно, очень странно. Я просто к чему, что, действительно, некоторые блюда нужно людей учить готовить, да, типа, вот, нужно научить человека, нужен навык какую-нибудь, там, пиццу подкидывать, да, чтобы она вот была тоненькая, лапшу делать, идиот за пельмешки. Ну, вы можете объяснить человеку, который готовит, что нужно кожей вниз, чтобы хрустящая кожица была. Не нужно нежную часть рыбы доводить до пригаренной. Я хер знает. Салат «Цезарь», который ехал с тремя блюдами, дайте угадаю, это соус к нему, да, похоже на то. О, по крайней мере, сухари идут отдельно. Возьму вилочку. Креветка одна, извиняюсь, так. Сухарики пересушены, но это, но они рассыпчатые. То есть они хоть и пересушены, но они пересушены быстро, я бы сказал так. То есть их вполне возможно употреблять. И здесь 4 креветины. Нет, соус идет не сюда, потому что здесь соус уже есть. Листья извалены в соусе, попробуем. Неплохой пикантненький соус. Здоровенные креветки с хвостами. Креветки даже не до состояния резины доведены. Да, это съедобно. Черри. Черри, правда, теплые, но ничего. Короче, народ, привезите это прохладненьким, как и должен быть салат. Да, сыр, кстати, вот этот, по-моему, нет, это либо очень дешевый пармезан, либо не пармезан. Но если бы это приехало прохладным, я бы за это 300 рублей отдал без проблем. 390? Ну ладно. Куриный бульон с гренками за 300 грамм 140 рублей. Ладно, ну тут уж все-таки он... Ну вот. Ну, куриный бульон в фольге доехал, да. Посмотрим. Куриный бульон с кусочками курицы и яйцом. Не знаю, в тему ли здесь яйцо. Попробуем. Яйцо не особо в тему. Вы знаете, неплохой куриный бульон. Ну, то есть, видно, что его варили, но при этом у него сверху нету какой-то мерзкой кучи жира. То есть, сюда хочется, блин, насыпать греночек. И пока они не размокли, употребить неплохой куриный бульон за 140 рублей. Достаем золотой бургер. Собственно, вот и он, друзья мои. Тысяча рублей за 310 грамм. И немножечко, немножечко... Как это золото называется? Сусальное, что ли? Кулинар. Ну да, он совсем тоненький. То есть, это даже не пластинки, это просто... Не знаю. Ладно, на самом деле, я честно вам скажу, по поводу того, что у него золото сверху, вообще пофиг. Вообще пофиг. Потому что такое вот... Фишка доставок в чем? Фишка в том, что заказал человек один раз настолько круто, что он стал постоянным клиентом и всем советует. То есть, он такой, откуда ты заказываешь суши? Оттуда? Ты что, дурак, там, на севере Питера, там, или на юге Питера? Вот оттуда нужно заказывать. Или там, шаверму где берешь? Да это не шаверма, это вообще фигня какая-то. Вот оттуда надо брать. Вот в этом тема. И золото этому не поможет. Золото не заставит человека закупаться у тебя 15, 20, 30 раз в год. Ну, ладно. Котлета сочная. Креветки вижу. Креветку вижу. Соус. Но в целом это такой же бургер, я бы сказал, как и остальные. Только у него сверху немножечко этого золота. Давайте я, кстати, это золото съем отдельно. На вкус оно никакое, просто расползается мгновенно. Так вот. Пробуем. Мне нравится, нравится идея, что они туда добавляют креветки. Они прикольно так свеженько похрустывают, без вопросов. Котлета хоть и небольшая, но достаточно сочная. Хотя я не понимаю, она не сухая, она какая-то плотная. Вот серая, вот скажи. Вот она как будто, если у Муму, у мясной лавки, она прям сочная, разваливается. То здесь как будто ее сжали как-то вот так. То есть она прям спрессованная. Понимаете? Прям вот плотно-плотно как-то сжатая. Не знаю зачем. Да, да, да. То есть это как бы не совсем котлета такая сочнейшая, а типа стейк, неплохой стейк. Что можно сказать? Я бы на месте ферст хаус бургера нормально делаете, многое у вас нравится, но я бы покопался. Я бы покопался в таких мелочах как... То есть объясняю. Я не наезжаю на эту доставку, и она приводит... Это вкусно. Это вкусно, и это не так дорого, как у мясной лавки. Свежевыжатые соки есть, теплые, правда, да. Но вот на нюансах, вот на таких мелких фишечках, вот над ними я бы поразмыслил. О чем я говорю? То есть почему у вас такие сухие вот эти крылышки? Они, кстати, с недовесом, да, шли чуть-чуть. Ну, неважно. Может, что-то из этих соусов туда шло. У них офигенные соусы. То есть серьезно, соусы... Ну, это что-то чесночно-майонезно-барбекюшное. Ну, вот этот соус с огурчиками. Хрустящими. Просто божественный. Но при этом какие-то вот такие простейшие фишки, например, оторвите руки тому, кто жарил стейк из семги. Ну, посмотри ты на ютубе, как его жарят. Ну, кожей вниз его жарят хрустящая кожица, которая не дает выходить соком из рыбы. А с другой стороны, его жарят в три раза меньше. Почему наоборот-то у вас? Или салат Цезарь. Почему он едет между тремя горячими блюдами? В чем тема? Зачем? Почему? Как? Бургеры? Ну, да, их просто нужно чуть-чуть аккуратнее упаковывать. Так, хорошие, вкусные бургеры. Вопросов нет. Ну, не знаю. По котлетам, может, им так больше нравится. Мне просто нравится, когда котлета суперсочная, такая рыхлая даже почти. А тут котлеты прям как такой спрессованный стейк. Но, опять же, это не претензия. Типа, просто кому-то нравится так, кому-то так. Опять же, прикладываете эти перчатки. Да, наверное, смысл есть. Это прикольно, что вы прикладываете эти перчатки. Люди как бы... Но, помимо перчаток, пачкаются не только руки, пачкается еще и рот. У меня на середине того ассортимента, что я затарил, у меня, собственно, закончились ваши салфетки. И все. То есть, может, лучше... Ну, как бы, здесь люди... Я понимаю, вот этот Тимати вот это сделал, Блэк Стар, да, вот эти перчатки, черные бургеры, что-то все... Народ, это все такая ересь. У тебя либо супер вкусно, либо нет. Если у тебя супер вкусно за адекватные бабки, к тебе будут идти. Если нет, к тебе идти не будут. Все. Хоть ты там поющих соловьев прикладывай. Если это, ну, приезжает теплый цезарь, у тебя брать не будут. Вот у этих чуваков, First House Burger, у них потенциал 100%. То есть, они могут это сделать супер классно. У них уже хорошие бургеры, у них уже отличные соусы. У них хрустящие салатики. Они сделали очень неплохой цезарь. Еще бы пармезаном посыпали дорогим, было бы нормально. Потому что столовая ложка этого пармезана идет. Но вот многое нужно просто запилить. Потому что на одних перчатках, трех кусочках золота за тысячу рублей, и черных булочках, просто покрашенных, на этом, типа, только на этом не уехать. Понимаете? Да, это красиво, да, это хороший бургер, да, но он стоит тысячу рублей. У него супер плотная котлета и отличный соус, превосходный соус. Реально. Он хрустящий, но вот я бы все-таки чуть-чуть, не знаю, там, вот эти вот там какие-то там 10 моментов, я бы их... А, да, я колл-слоне попробовал. Капустка с привкусом арахиса. Это нормально. Но, опять же, я вот соуса бы больше клал. Прям потому что все-таки суховато. Не знаю, чем его там, соусом или мазиком, почти не видно его. Но, правильно порезано, все, тоненько. В общем, мораль следующая. First house burger хорошее место. И я более чем уверен, что если они чуть-чуть вот это все доработают, они станут прям уверенным конкурентом всем остальным. Но нужно забить вот на основные фишки, на которых ты хотел выезжать. Черные булки, золотой бургер, забить. Это все понятно. Прорабатывайте моменты, прорабатывайте нюансы. Прорабатывайте вот то, что заставит заказывать у вас еще, еще и еще раз. Потому что малюсенькие кусочки какого-то сусального золота за тысячу рублей, это не то, что заставит меня заказывать у вас второй раз. Но, опять же, к котлетам я не могу сказать, что претензии, но я бы сделал их более пышно-рыхлыми. Не знаю, огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Я постарался быть максимально объективным. Неплохое место, неплохое место. Но вот реально, вот такие штуки, типа теплый грибфрутовый сок, теплый цезарь, понимаете? Ну, вы поняли. Дорабатывать надо. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх и оставляет комментарии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok